Продолжение следует... Анастасия, как ваше настроение? Как день сегодня? Отлично! Все хорошо, да? Супер, супер, отлично, это очень здорово. Давайте мы будем потихонечку начинать. Пока будем ждать, еще кто-то, может быть, присоединится, чуть-чуть опаздывает. Я пока начну. Я хочу сказать вам огромное спасибо, что вы нашли время с нами сегодня побеседовать. Это очень здорово. Мы все безумно вдохновлены вашими работами. И каждый пост с вашими пастельными рисунками – это просто фурор. Поэтому, да, это действительно так. Это такая магия, которую вы делаете на кончиках своих пальцев. Это, да, какое-то просто творческое безумие. Поэтому, может быть, было бы здорово, если бы мы начали с такого легкого вдохновения. И пока все, кто к нам присоединился, смогут посмотреть на ваши замечательные работы. Они у нас уже осветились в Инстаграме, но, может быть, вы сможете нам их как-то показать прямо здесь. Прямо здесь? Как открыть и показать? Да, да. Если вам не сложно, это было бы здорово. Какая-то интересная работа. Какая-то специально для эфира, специально для интервью, для работы. И немножко рассказать про свой творческий путь вообще, в принципе. Почему я начала с анимацией и как я дошла до такого уровня. Ну, в принципе, все расскажу. Да. Давайте сейчас я быстренько сейчас очень перебью. Мы можем совместить то, как вы будете показывать работы, как раз с первым вопросом, который у меня есть. Это как вы вообще начали заниматься рисованием, в принципе, да? И какие были ступени, как вы дошли до пастели? Рисованием я начала заниматься не с глубокого детства, можно сказать, а с 14 лет. А до этого я просто рисовала, как обычный ребенок. Все детства рисуют, и как-то особо не увлекалась вообще, в принципе, рисованием. И до 14 лет я не думала поступать в какой-то художественный университет, связывать свою жизнь с рисованием. Я думала стать врачом, думала стать следователем. О, какое разнообразие. Ставалась секретными материалами в 12 лет, такой, помню, стал был секретным. Да, конечно. Вот, и тогда у меня была просто мечта стать следователем, поступать в Москву, вот, то есть на факультет, получается, ну, этот, юридический, наверное. Ну, юридический, да, юридический факультет. Вот, и потом, где-то около 14 лет я посмотрела передачу «Квартирный вопрос». Ой-ой-ой, вы пропали. Я куда-то пропала. Да, да. О, да. Вот, посмотрела передачу «Квартирный вопрос», она тогда только начала походить в эфир, да, вот, только начала походить. Вот, и мне понравилось, как вообще, в принципе, делать интерьеры. Меня это зацепило, и там были художники, да, и декораторы показывали свои рисунки. И что-то мне так щелкнуло прям, думаю, ничего себе, как-то вот мне понравилось. Вот, и вот этого вот щелчка, можно сказать, когда я посмотрела первую передачу, «Квартирный вопрос» меня прям зарядил, и я захотела попробовать поступать, ну, даже вот о поступлении уже мысли пошли, тогда поступила на дизайнера. То есть дизайнер, потом присоединилась, что дизайнер должен уметь рисовать, должен закончить хотя бы художественную какую-то, да, школу, так, и за студию. Вот, и я как-то быстренько так, у меня где-то в течение полугода, наверное, эта идея утрамбовалась, так скажем, уже точно. Я поступила в художественную школу, тогда набирался поток на подготовку в поступление в университет, именно высшее заведение. Вот, и пятилетка, пять лет учёбы тогда было за три года надо было пройти. То есть сможешь, не сможешь, посмотри, ну, если получится, хорошо, если нет, тогда, значит, нет, да, тебя хочу. Вот, и я рискнула, я поступила, я туда пошла с подружкой, ну, у меня подружка тогда на тот момент уже давно рисовала в этой художественной школе, а я пошла вот прям с нуля, можно сказать, потому что ничего особо не рисовала. И за три года я пришла пятилетку, закончила пять лет, ну, как бы три года, да, пять лет обучения, вот, как в художественной школе учат. Вот, и меня подготовили к поступлению в университет. Я поступила, значит, у нас в Анапе тут открылся как раз филиал московский на графический и средовой дизайн. Я поступила на средовой. Средовой — это среда, что нас окружает, то есть интерьеры, ландшафт, ну, всякие там упаковки, то есть всё-всё-всё мы делали, макеты мы делали, и всё. Ну, так как там были интерьеры... У вас это тогда устраивало? Сколько лет там учения? Да, и когда в Анапе никуда не надо ехать, я думала в Ростов на архитектора поступать, рассматривала такой вариант, потому что поблизости не было дизайнера, ни архитектора, ничего такого, вот, архитектура в Ростове. Вот, а потом открывается у нас, получается, филиал московский, и я туда поступаю после окончания вот этой художественной школы. Вот, хорошую базу мне дали, и всё, и с тех пор я начала рисовать много-много-много. И в университете именно у нас были многие материалы, предметы по многим материалам, и маслом мы рисовали, и акварелью, и пастелью. Именно в университете преподаватель по рисунку, так скажем, влюбил меня в пастель. То есть она как-то так преподнесла этот материал, что мне так очень понравилось, что с университета я начала как-то прям углублённо изучать этот материал и, в общем, начала рисовать. Давайте я сейчас покажу. Да, давайте, я как раз, вы пока показываете, а я сейчас напомню всем, кто нас смотрит, ребят, вы можете писать свои вопросы для Анастасии, и мы обязательно их зададим, если вас что-то интересует по пастели, по материалам, по вдохновению, всё что угодно. Вот, пишите, мы обязательно всё спросим. Да. Выбрать хорошую бумагу, это самое главное. Бумага на первом месте. Бумага на первом месте. Так. То есть, если, допустим, новичок начнёт на, ну, я приведу пример, на фирмы, на которых не стоит начинать, потому что можно начинать, но это не мой опыт. Мой опыт я начинала с дешёвых материалов, да, я закончила университет в 2010 году, получается, 9 лет назад, а я начала рисовать пастелью на втором курсе, в 2005 был год. Это, получается, уже сколько лет? Ну, получается, 15 лет, да? Да, да, 15-й год пошёл. Да, 15 лет назад не было достойных материалов у нас в городе, интернет толком не работал, то есть, и мы пользовались тем, что было. Я рисовала палацы, вот, например, пример, на которой бумаги не стоит рисовать начинающим, палацы. Я не рекомендую, но я рисовала на ней, и я не... И влюбились в пастелью. И влюбилась в пастелью. У меня другой совсем опыт, но я сталкиваюсь сейчас, так как я много преподаю, много общаюсь, да, с новичками, с начинающими художниками, и очень многие, вот именно начиная с палаца, например, да, потому что есть ещё такая бумага, которая не стоит. Но палаца – это такое самое, мне кажется, болезненное у многих начинающих. Да, я не первый раз слышу, да, про палацу, да. Палаца для пастели, она такая немножко как скользкая бумага, и на ней надо как-то, ну, приноровиться, так скажем. А пастель в неё плохо втирается, она не держится на ней, да? Да, она, получается, пастель смазывается так сильно, что не получается положить несколько слоёв. Пастель вообще, в принципе, такой материал, что на хорошей бумаге получается до 20 слоёв пастели, на хорошей качественной бумаге. То есть можно подправить, можно что-то добавить, какие-то мазочки, может быть, что-то потереть, убрать. То есть пастель – такой очень пластичный материал, в том плане, что можно работу довести до совершенства, чтобы там сильно, так скажем, усилий не прикладывать. То есть палаца, она не терпит вот таких вот всяких изменений, на ней плохо ложится цвет, как бы она просто… По фактуре она немножко такая, как восковая, что ли, ну, как… Я поняла, да-да-да, хорошо. Как восковатая такая, почему они так делают, я не знаю. Поэтому у новичков часто не получается на этой бумаге рисовать. Вот, я её не рекомендую. Самое главное, первое правило – это хорошая качественная бумага. Какую бумагу я рекомендую? Качественная – это не обязательно дорогая. То есть сейчас многие подумают, что, ой, там дорого, да, это… Нет. Качественная, в принципе, можно найти такую золотую середину и начать с хороших, но и недорогих материалов. Например, «Консон» бумага, я на ней сейчас… Какая ещё раз вы пропали? «Консон». 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 Да, бумага «Консон» для пастели. Она бывает абразивная, то есть с таким напылением, а бывает обычная бумага. То есть у «Консона», по-моему, несколько брендов. Вы говорите о каком? Или я неправильно сейчас думаю у «Консона»? Есть «Консон» «Тач», которая абразивная, с напылением. А есть обычная «Консон» бумага, без напыления, просто пастельная бумага. Она называется «Митэнсенс». 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 Вот такая вот бумага, она очень хорошая для новичков и для уже профессионалов. Очень многие профессионалы рисуют на ней. В частности, я преподаю и мастер-классы, и показываю очень много у меня картин на этой бумаге. Я многим и всем рекомендую новичкам именно эту бумагу купить. Она недорогая, большой лист. 50 на 65 стоит в пределах 100 рублей. Ну, это очень... Разделите. Да. Будет 4 листа почти четвертого формата, пожалуйста. По-моему, она даже продается уже нарезанная во четвертом формате. Она в 5 раз удобнее. Бывают и большие, но мне нравятся большие листы покупать. Я сразу несколько листов больших покупаю, режу их потом на нужный формат. И, пожалуйста, можно от третьего обрезать, можно от четвертого обрезать. То есть здесь как бы это... Можно купить склейки, продаются от четвертого формата, от третьего формата. А второго, по-моему, формата склейка продается. Поняла. Сейчас, на секунду, я буду каждые 20 минут примерно делать небольшую паузу и говорить всем, кто с нами, кто присоединился, о том, что у нас сегодня, ребята, Анастасия Серая в эфире. Мы сегодня обсуждаем ее творчество, ее работы. Вы можете задавать любые вопросы касательно пастели, пастельной живописи и вдохновения. И сейчас мы обсуждаем художественные материалы, с которых Анастасия рекомендует начать свой пастельный путь для тех, кто жаждет это сделать. Пока мы обсудили бумагу, что это номер один при выборе художественных материалов для пастели. Это то, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Мы уже обсудили, какая бумага подойдет не очень и какая бумага подойдет очень хорошо, при этом она не будет кусаться по цене. Я напомню, что можете писать свои вопросы у нас в чате, а мы пока продолжаем. Извините, что я вас перебила. Ничего страшного. Да, у меня все промежуточные выводы. Окей, мы обсудили бумагу консон. Я даже не знаю, как ее правильно произнести. Ее для пастели, что она очень классная, с нее можно начинать всем новичкам. Может быть, еще какую-то бумагу посоветовать или можем перейти к пастели, к вашим рекомендациям по пастелям. Ну, вот эта основная рекомендация, можно ее взять из тех, что недорогое и качественное. Отлично. Это отличная бумага для новичков, для профессионалов. Я ее всем рекомендую. Также можно брать бумагу с топылиния. Она называется абразивная бумага, которая, вот, например, консон тач есть. Она с таким, немножко похожая на такую совсем мелкую-мелкую наждачку. То есть, такое вот у нее свойство. Но на ней техника рисования пастели немножко отличается, как от обычной бумаги. На ней просто шовывается пастель. По-другому ложатся мелкие карандаши. То есть, не совсем одинаковое, так скажем, рисование на вот этих двух бумагах. Но к ней, опять же, можно приноровиться, так скажем, научиться и на той лице дорисовать. А можно ли купить наждачку в строительном магазине для художника? Можно наждачку. Мелкую какую-нибудь, да, чтобы пальцы не стереть, конечно. Да, да, да. Но, опять же, мелкая наждачка, совсем мелкая, тоже с ней нужно будет аккуратно обращаться. Потому что все-таки наждачка и абразивная бумага не отличаются. А абразивная бумага специально для пастели сделана, специально для того, чтобы пальцы сохранить. Это специально разработанная. А наждачка, это все-таки не для этого. Но вы должны приноровились, и когда будете рисовать на наждачке, аккуратно, все равно, даже на мелкой зернистой, пальцы берегите. Но, да, лично сама не рисую на наждачке. Я считаю, что каждому материалу нужна своя бумага, свой, да, какой-то, не знаю, все-таки профессиональный инструмент, специальный материал. И я наждачке не доверяю. Я не знаю, как потом она поведет себя, например, да, через 10-15 лет, как картина будет выглядеть. Мало ли, может быть, там что-то потечет, или там побелеет, или она свернется как-то там, да, или что-то. Это не бумага профессиональная, поэтому можно на ней рисовать какие-то эскизы, да, но профессиональные работы на заказ я бы не рекомендовала все-таки. Это мы, да, говорим о наждачке, которую можно теоретически купить на магазине и сильно сыграть. Окей, и насколько я еще помню, она достаточно нещадно обращается с мелками, достаточно очень, ну, очень большой расход идет на мелков. Да, расход идет, да, расход идет, и расход идет мелков на, точно так же, как на абразивной бумаге, на наступлением. Там тоже расход больше получается, нежели на бумаге, поэтому на такой бумаге я рекомендую использовать более твердую, более твердую пастель, так скажем. Сильно мягкую пастель, например, как шминке, она будет сильно-сильно стираться, будет очень жалко, шминке дорогая пастель, но очень-очень мягкая. Когда на абразивной бумаге будете рисовать, она будет очень сильно улетать, экономии не получится. Поэтому более твердые какие-то, более твердую пастель, например, Кахенор можно использовать твердую пастель, Рембрандт твердая пастель. То есть, на вот эту пастель можно нарисовать вполне, потому что она твердая, не будет сильно расходоваться. Давайте тогда сейчас попробуем предложить нашим зрителям какие-то интересные варианты, например, какую пастель можно использовать, и здорово было бы использовать на бумаге для пастели, типа Кансон, да, я так понимаю, что можно использовать более мягкую пастель. И какие бренды вы можете рекомендовать для абразивной бумаги, то есть, какая более мягкая, какая более твердая, что можете здесь посоветовать? Для Кансона хорошо, в принципе, все виды пастели, но больше, конечно, я рекомендую мягкую пастель для обычного Кансона, да, для имитенса. Например, я, например, сама использую очень люблю Кахенор. Сейчас покажу. Да, давайте, здорово. Вот такая вот у меня Кахеноровская набор. На 24 цвета софт пастель, мягкая пастель. Вот она вот в таких вот мелочках, вот такие вот. Окей, какой у нее цветовой диапазон? Цветовой диапазон большой, есть на 24, вот как у меня набор, есть и на 36 набор, есть огромный набор, ну, опять же, там все зависит. Чем больше набор, тем больше цена. Вот. То есть, она какая, средняя или... По цене средняя, она хорошая по качеству и не хорошая. То есть, вот я ее рекомендую прямо вот как вариант для начинающих пастелистов, художников, кто будет ее рисовать, я ее рекомендую, очень хороший вариант. Она более мягкая, правильно? Она мягкая, но она такая, она, можно сказать, средней такой мягкости, то есть не сильно будет прямо улетать, и вот на Кансонина обычно можно на ней, даже нужно на ней рисовать. Ага, то есть, получается, даже можно назвать ее универсальной. Да, и для... То есть, пастель Кинор, да, 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 точно так же универсальная, можно сказать, и для такой бумаги, и для такой, это Рембрандт, тоже хорошая пастелька. Она подороже идет, насколько я понимаю. Она подороже, да, вот у меня наборчик, на сколько получается, цветок, на 15, по-моему, или на 16 цветов, она стоит в пределах, по-моему, что-то около... 3 тысяч. Вот так вот. А вот этот вот Кахинор на 24 цвета, по-моему, в пределах полторы тысячи. Да, это очень приятная ситуация, если рвота на 5. Отлично. Поэтому, конечно, для начинающих художников я рекомендую лучше не брать сильно дорогие материалы, а то, возможно, может быть такое, что, ну, человек потом не захочет рисовать, да, или что-то такое случится, что бросит просто это дело и все. Поэтому стоит выбирать материалы недорогие, а качественные, которыми у вас получатся хорошие работы потом, которыми будет разочарование. Отлично. Вот, Рембрандт, Кахинор универсальная хорошая, также я рекомендую Галлери, это корейская пастель, у меня есть большой набор на, по-моему, 150 цветов в деревянном ящике. Она недорогая тоже, но она мягкая. Я бы там видавала ее для амбразильной бумаги, потому что она сильно будет улетать. Но, опять же, можно ей рисовать на этой бумаге, потому что она недорогая, ее просто не жалко, что она будет теряться. Вот, поэтому, в принципе, можно ее взять и тоже рисовать и на той, и на той бумаге. Также есть потом диапазон более дорогих пастель, это, например, шминки, она там уже за пределами выходит прям большая. Да, там все за пределами, да. Да, 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 ей лучше, конечно, на обычной бумаге рисовать, потому что она на абразивной будет очень сильно улетать и будет очень жалко. Да, смотрите, такой назрел вопрос. Сейчас попытаюсь его сформулировать. Более дешевые пастели, они ниже по цене, потому что у них, например, ниже качество пигмента внутри, связующего или это бренд только. То есть какая разница, есть ли какая-то фундаментальная разница между универсальной пастелью Кохинор или Рембрандт, который, например, тоже от очень хорошего бренда и считается профессиональной, или если мы берем уже шминки, которые достаточно прилично по цене, одна из самых-самых дорогих на рынке, в чем у них разница? Разница, да. Например, шминки – это ручная работа, это пастель ручной работы, и это очень повышается, так скажем, например, Юнисон пастель есть такая, тоже она очень качественная, очень хорошая и дорогая. Она тоже ручная работа, от этого тоже очень многое зависит. И получается, зависит от того, ручная работа это или все-таки это заводская, так скажем, работа. Также зависит от того, какие пигменты там кладутся, конечно, но, опять же, мне неизвестно, честно сказать, я даже не знаю, в чем разница в пигментах. Но разница именно в ручной работе и тех пастель, которые в заводе, это, конечно, самое главное. Ручная работа всегда дорогая. Что касается брендов, тоже имеет свое значение. Рембрандт – это бренд, может быть, более дорогой, более какие-то другие, более дорогостоящие пигменты используются. Опять же, я, честно говоря, не знаю, но, может быть, Кахинора, она считается более какой-то учебной пастелью. Потому что многие студенты Кахиноровской пастели покупают ее, но, опять же, может быть, это из-за того, что она недорогая. Вот, поэтому я бы сказала, что, конечно, самая главная разница в цене – это ручная работа и заводская. То есть, я вот вижу, из-за того, что она отличается. Понятно. То есть, например, если, ну, я могу сравнить с акварелью, да, акварель, которая недорогая, в которой химические пигменты, она при смешивании дает какие-то грязные цвета. С натуральными пигментами цвета лучше. Так, вижу вопрос. В чем лучше хранить пастель? Ага, так, Анастасия, вы с нами? Да, заработала. Звука не было почему-то, не было звуча. Да, почему-то пропал звук. Я видела картинку, но не было звука. Отлично. Мы продолжаем. У нас появился первый вопрос. Уже не первый, но мы начнем с него, потому что он у меня прямо здесь. А в чем лучше хранить пастель? Спрашивает наш зритель. Расскажите нам, пожалуйста. Есть специальные ящички для пастели. Можно сделать самим какой-то вот специальный такой ящичек с отделениями, то есть, которые вот открываются, такие тонкие, и разложить мелкие там. Но самое главное, чтобы в этом помещении не было слишком влажно. То есть, чтобы пастель не впитывала влагу. Все-таки хранение пастели – это важно. Где она хранится? Если она хранится где-то на чердаке, да, валяется, то, конечно, она уже потом будет плохая. Если она хранится в каких-то специальных ящичках, эти ящички продаются в разных сейчас художественных магазинах. Есть и маленькие такие ящички на два отделения, есть много отделений таких вот специально для пастели. Вот я рекомендую в таких ящиках хранить. Я лично сама храню. У меня большой художественный стол для художника, раздвижной. В нем большой такой ящик, который разбегается. Я храню в этом ящике, в отсеках. Вот как пастель продается, да, вот такие вот, ну как, такие мягкие, да, для пастели вот эти вот отсеками. Я прям вот так вот их собрала, набрала их в магазинах и вот так вот разложила, и все. Они у меня в этом ящике хранятся, аккуратненько стоят вот так вот. То есть, ну, лучше вот в каких-то закрытых таких ящиках, которые закрываются, где не проникает влага какая-то, да, вот, чтобы вот как-то так вот аккуратненько нахранить. Это специальные такие коробочки, которые продаются в художественных магазинах, их можно купить отдельно. Да, 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 вот у шминки продаются, бывает, вот, высылают, допустим, заказываешь один мелочек, они посылают в коробочке с тремя отсеками в такой, да, где пастелька сама, один мелочек, а два пустых. И вот коробочки можно собрать потом, если вот кто-то часто заказывает, да, и можно потом раскладывать. Либо же прям вот в коробках приходит пастель, вот у меня деревянная, да, которая гэллери. А, прям, когда набор покупаешься. Да, набор, да, и они прям уже разложены там, я прям там храню, я не достаю в деревянном ящике, это удобно, вообще, они сразу разложены у меня, и всё, то есть, ну, моя рекомендация – специальный ящик для пастеля. Он продаётся в любых художественных интернет-магазинах, поэтому можно посмотреть. Сейчас выбор. Да, хорошо. Так, у нас следующий вопрос. Нужно ли очищать мелки? Я так понимаю, что, наверное, после работы, когда картина завершена, да, и при наложении цветов один мелок взял цвет от другого. Нужно ли очищать? Да, ну, это на усмотрение, опять же, художника. Я сама просто пальцем беру, вот так вот, я как бы в мастер-классах быстро, конечно, напачкается, если разные цвета, да, накладывать. Я просто пальцем протираю её, и всё. И потом влажными салфетками руки протираю. Можно с сухой салфеточкой аккуратненько её протереть, либо вот некоторые делают, прям в манку кладут, опаливают в манке её, в такой какой-нибудь крупе мелкой-мелкой, да, опаливают, вот эти вот частички пастели в манке остаётся, а сама пастель получается сухая. Ну, и такой способ я сама не делала, а просто я очищаю сухими салфетками, либо пальцем. Просто очистила, и всё, на пальце всё осталось, сам мелок чистенький. Можно так? И здесь мы говорим не только об эстетике процесса, чтобы мелок был просто красивый, а мы говорим именно о том, чтобы, когда мы взяли мелок в следующий раз и начали им работать, если на жёлтом мелке остался тёмно-синий цвет, чтобы мы где-то случайно не мазнули не тем цветом. Да, да, да. Это как бы скорее профессиональная рекомендация, что мелки всё-таки нужно очищать. Конечно, нужно, особенно для новичков. Профессионал, когда рисует, уже как бы вырабатывается какая-то такая тактика, стратегия, уже даже машинально получается, что поворачивается мелок другой стороной, либо пальцем протирается. То есть я уже не обращаю даже внимания на это, когда я рисую. То есть я знаю, что мелочи грязные, я протёрла его, всё дальше. Даже у меня автоматически это как-то идёт, я даже не задумываюсь. Но для новичков, да, лучше протирать пастель, чтобы она была чистенькая, чтобы не было грязи. На картинах. Отлично, хорошо. Так, у нас есть следующий вопрос. Специальный ли у вас скетчбук для пастели? Вы показывали в начале эфира? Да, надо же ещё полистать. Я рассказываю, что никто не показывает. Да, это специальный скетчбук для пастели. Здесь, значит, несколько цветов, от чёрного до белого цвета. И очень удобная такая для меня личная бумага. Она не сильно фактурная. Я не люблю фактурную бумагу. Я рисую в стиле реализм, а реализм любит более гладкую поверхность, потому что фактура, она мешает проработке каких-то мелких таких деталей, плавности, да, как вот реализм любит. То есть там плавные линии, какие-то чёткие, да. А фактура, она вот получается такая вот, ну, не сильно, так скажем, плавные, да, какие-то линии. Поэтому здесь в скетчбуке очень плавные линии. Это, кстати, работа для... Да, да, да. Да, это работа, её можно найти у нас на сайте, да, и пройти этот урок по этой прекрасной книжке. Да, я в этом скетчбуке записывала эти уроки, рисовала. Я довольна очень скетчбуком, то есть здесь разные цвета. А, что у нас фирма? Фирма Макс Гудс, от Макс Гудс. Да, от Макс Гудс, сейчас покажу рыбок. Да, эти рыбки тоже, да, есть у нас на сайте, ребят. Да, пока Анастасия показывает работы, я хочу напомнить, что Анастасия записала «Большой пастельный курс» из нескольких видеоуроков, которые вы можете найти на сайте Doodle on Sketch. Вы можете его пройти и поучиться у Анастасии реализму в пастели. Так что обязательно заглядывайте. На нашем YouTube-канале даже был её прямой эфир с пастелью. Так что, да, обязательно ознакомьтесь. Мне кажется, мы опять начинаем терять Анастасию и её голос. Анастасия, вы меня слышите? Нет? Нет? Так, переподключим вас давайте. Нет, не слышите? Нет. Окей. Так, давайте переподключим. Ага, сейчас мы снова переподключим Анастасию. Всем спасибо. Да, пока мы ждём Анастасию, сейчас я... Да, хотела сказать, что, да, у нас эфир, к сожалению, только на русском языке. Анастасия. Привет, guys, everybody who is watching us in English. Yeah, we are very, very sorry we are speaking only Russian today because our artist, she is a Russian-speaking pastel professional. So, yeah, sadly, maybe one day we will make the live interview with some English-speaking artists. But, yeah, today we are Russian-speaking, sorry for this, yeah. But I hope you enjoy your voice. Анастасия, слышите нас? Да, всё хорошо, теперь слышите. Вот, отлично, всё, замечательно. Мы продолжаем, да. Так, что я там... А, показывала работы? Да, вы показывали работы, рассказывали о скидке book Max Goods, да. Да, и вот, получается, вот такие работы на чёрном фоне. Сначала чёрная бумага идёт, потом идёт тёмно-серая, то есть такой градиент от чёрного, тёмно-серого, потом светло-серая, и потом уже светлые там оттенки бумаги идут, которые я не очень люблю. Я люблю рисовать на более тёмных, потому что... Сейчас немножко пару слов скажу, почему я рекомендую на серой бумаге, на коричневой рисовать, потому что цвет бумаги, он немножко всё равно даёт тон работе. То есть, когда вы рисуете на светлых каких-то, на белых, да, бумаге, она просвечивается, всё равно бумага немножко через пастель проникает в этот тон. И она просвечивается, и получается работа более облеглая. Поэтому лучше выбирать такие благородные, можно сказать, цвета бумаги, тёмно-серые, серые, коричневые. Тогда пастель на ней будет смотреться более выгодно, более благородно. Поэтому я вот рекомендую всё-таки это. И вот в скетчбуке в этом я вот белую практически не использую. Она ещё фактурная сильно. Я её использую для набросков можно, для каких-то архитектурных зарисовок, выйти в город на пленэр, порисовать. То есть, вот её для таких вот целей можно использовать. А, смотри, а в этом скетчбуке бумага пастельная, она, это консоль или что-то внутри? Нет, это какая-то бумага, наверное, всё-таки отдельно разработанная. То есть, это не какой-то бренд, да, который добавлен, а именно вот специально они разрабатывали для пастели свою. Понятно, да. И вы её, да, тоже рекомендуете? То есть, мы можем её поставить? Да, рекомендую. Очень хороший, мне очень нравится. Я же говорю, за год я его зарисовала прям весь, у меня уже не хватает. И у меня работает ещё один. Но стоит он, ну, так скажем, цена такая, так скажем, не дешёвая. Не дешёвая. Да, стоит скетчбук, по-моему, на сколько листов? 30 на 30 формат. На сколько листов, точно не могу сказать, не помню. Посмотрите, кого заинтересует на сайте MaxGoods. Вот, ну, достаточно такой, ну, такой. Наверное, листов, да, может быть, там 10. 3,5 тысячи, в районе 3,5 тысячи скетчбук. Да, это приличная, конечно, цена, да, приличная. Поэтому, да. Поэтому для новичков, именно кто начинает, только я рекомендую просто покупать бумагу. Больших форматов можно, делить её, резать, разрезать на четвёртый и рисовать. А потом уже, когда вы точно будете уверены, что вы хотите заниматься этим материалом, тогда уже покупать дорогие скетчбуки и так далее. Вот, можно потом уже развиваться в плане, в плане материалов и... О, какая прекрасная работа. Всё, большая, большая. Спасибо. А вы рисуете, да, наверное, вот будет следующий вопрос для новичков пастели. Мы выбираем, что вы посоветуете, выбирать мелки или выбирать карандаши, или это зависит от чего-то, например, да, там, от стиля, которым человек хочет рисовать, как вы, что можете посоветовать здесь. Да, этот бокальчик рисовался в прямом эфире, да, мы помним, получилось очень здорово. Про мелкие карандаши я расскажу, это такая отдельная тема, которая стоит своего, да, так скажем, освещения, что мелкие карандаши обязательно нужны и то, и то, и тот, и тот материал, можно сказать, потому что карандашами в основном рисуют мелкие детали. То есть, особенно в реализме, да, кто рисует, любит реализм. Там, конечно, карандаши, это незаменимый вообще, в принципе, материал, они нужны. Одними мелками не обойдешься в этом плане. Да, мелкие детали не обойдешься. Да, мелкие детали не обойдешься. Рисовать это все, это очень-очень сложно. Я поначалу, когда только начинала вот в реализме рисовать, это уже больше 10 лет назад прошло, тогда особо пастельных карандашей не было, материал, с материалами была огромная проблема. Вот, и я вот это вырисовывала все мелками. Честно сказать, намучилась тогда вот это вырисовывать мелкие детали. Мне кажется, вы вообще 10, там, 15 лет назад, когда начинали, очень намучились и с бумагой, и с мелками. И это просто какая-то должна быть безграничная любовь к пастели, чтобы все это пережить и остаться верной этому материалу. Это тоже невероятно. Вот, поэтому потом, когда уже была возможность у меня купить пастельные карандаши, появились они, помню, у нас в Анапе в магазине художественном, вот, и я тогда на них засматривалась. Опять же, цена была такая, потому что в магазинах цену ставят больше, нежели чем в интернет-магазинах. Вот, и я тогда решилась купить все-таки себе пастельные карандаши, это уже давно было, тоже. Вот, и купила себе набор Кахеноровских карандашей, и тогда я вздохнула спокойно, потому что так стало рисовать удобно, сразу мелкие детали прорисовывать, все. Поэтому пастельные карандаши и пастельные мелки должны работать вместе. То есть, для чего? Для больших каких-то объемов нужно мелок использовать, да, для мелких деталей пастельный карандаш. Ну, а пастельные карандаши имеют такое свойство, что они не такие яркие, как мелкие. Все-таки мелкие, они насыщенные, там больше пигмента кладет мелко. Поэтому полностью работу какую-то рисовать пастельными карандашами я бы не рекомендовала, потому что она получится такая немножко тускленькая, вот. А рекомендую, кстати, добавлять кое-где пастельные мелки, и чтобы они работали вместе, вместе с карандашами. Тогда будет получаться замечательно. Очень интересное замечание. То есть, получается, что даже если мы берем, например, Рембрандт, да, у него мелкие ярких цветов, но если мы возьмем рембрандтовские карандаши, то есть, казалось бы, да, должны вроде бы положить, ну, внутрь те же самые пигменты, но получается, что яркость не та, да? Не та, да. Кахеноровская, например, пастель, кахеноровские карандаши, они как бы вот смотрятся ярко, что, да, вот карандашик, если, например, возьму, какой-нибудь яркий, он как-то смотрится, но яркий, да, такой? Ну да, да, смотрится ярко. Березовый такой цвет, зеленый. Вот, ну, опять же, если сравнить, она мелком, она не так, она просто настолько пигмент разный, в том плане, что мелок больше проникает в бумагу, а пастельный карандаш, он так сильно не проникает в бумагу. Да, наверное, наверное, в этом еще дело. Я всегда использую вместе и пастельные карандаши, и пастельные мелкие. Вот, допустим, вот здесь вот колокольчики я рисовала пастельными карандашами в основном, но кое-где для усиления цвета я добавляла мелкие, и потом просто огурцовывала пальцами. Вот так, ну, потом с опытом это приходит, и я вот на своих уроках показываю, как это делается, вместе как они используются, вот, и именно уроки у меня состоят в плане того, что я и пастельные карандаши использую, и пастельные мелкие, не только одно. Понятно, понятно. О, да, эту мышку мы помним, она такая сладенькая, да. Она хорошая. Анатасия, а расскажите, сколько нужно вообще иметь пастельных мелков? Естественно, верхнего потолка не существует, я могу это представить, но как вообще новичкам купить свои первые мелки, купить набор, да, или купить какие-то базовые цвета отдельно, и как потом расширять этот набор? Есть ли какие-то базовые, например, принципы или идеи, может быть, ваши рекомендации на этот счет? Да, рекомендация такая, для новичков лучше взять базовые наборы, то есть, например, тот же самый Кахинор, я его рекомендую, но по цене хороший. Все, базовый набор на 24 цвета вполне будет достаточно для начала. А потом, когда человек поймёт, что пастель – это его материал, что он хочет дальше заниматься этим материалом, рисовать, то тогда можно докупать либо наборами, другими, да, какими-то оттенками, потому что часто пастель продаётся по тематическим наборам. Например, Юмис продаётся по наборам, там, морской набор, да, там цвета именно подобраны для моря, для морских пейсажей. Дальше набор там есть, например, там, животные, да, для анималистики. Опять же, подобраны цвета именно для животных. Вот такие можно наборы тематически докупать, либо докупать отдельные мелки. Они продаются, и у Хинора продаётся, и у Рембрандта продаётся. У всех практически фирм продаётся отдельные мелки. Можно покупать на те цвета, которые хочется, которые хочется дополнить свою какую-то коллекцию, да, пастели. То есть для начала я рекомендую взять базовые наборы пастели сухой и пастельных карандашей. Это для начала так вот хватит, нормально. 24 цвета будет достаточно для того, чтобы начать. Конечно, конечно, чтобы начать, да, 24 цвета. И карандаш вот Кахиноровский продаётся, они, конечно, сильно такие яркие цвета, ядрёные Кахинора. И можно рассмотреть Фабер Кастел пастельные карандаши, они более такие приглушённые. Стабела хорошие карандаши пастельные, я прям рекомендую их тоже. То есть я для своих учеников вообще для начала рекомендую 12 цветов взять пастельных карандашей. 12 цветов базовый набор. Там основные такие цвета, красный, жёлтый, чёрный, белый. То есть основные, да, цвета, которые понадобятся. А потом, потом пастельные карандаши, они опять же продаются отдельно, поштучно. И можно будет купить карандаши, отдельные оттенки карандашей, да, потому что оттенки разные бывают, и коричневые разные, и серые разные. Вот. И потом просто дополнять свою коллекцию. Я понимаю, что пастель, в пастели цвета друг с другом можно смешивать. Понятно, что никак, наверное, в акварелье и в масле, то есть не прям до какого-то единого нового цвета, но при наложении одного цвета на другой можно получить какой-то третий цвет. Это правильно? Конечно. Пастель вообще, в принципе, это материал тоже смешения. Для смешения, как и в акварель, как и масло, можно добиваться разных оттенков. И, кстати, если какого-то цвета нет, я рекомендую смешать просто два цвета и получить третий. То есть, допустим, я часто говорю своим ученикам, если нет серого у вас, например, я говорю, да, из серого оттенка, то мы берём, например, белый, добавляем чуть-чуть чёрного сверху, растушевываем, и получается серый цвет. Это вот можно так вот выходить из положения, если какого-то цвета нет. Конечно, пастель мягается, и это один из плюсов, опять же, пастели, что её можно смешивать и добиваться новых цветов. Хорошо. У нас есть вопрос в чате. Анастасия, что вам больше нравится использовать? Белый пастельный карандаш или белый угольный карандаш? Мне нравится больше использовать угольный карандаш. Карандаш Generals – это самый белый карандаш из пастельных, ну, как можно сказать, из материалов из сухой, да, какой-то. Ну, я называю из пастельных карандашей, потому что это тоже относится к этому, к материалам. Вот, поэтому я использую часто очень Generals, фирма. Кому нужно, напишите мне, допустим, в Директ, я всегда всем отвечаю, спрашивайте, я всегда подскажу по материалам, так что пишите, я прям фирму вам напишу карандашика, как он пишется. Вот Generals, угольный карандаш, он есть белый и чёрный. Вот самый белый и самый чёрный карандаш из всех пастельных. То есть он накладывается на большое достаточно количество пастели, слоёв пастели, и получается такой самый белый-белый цвет. Потому что обычный пастельный карандаш вот такого эффекта не даёт. Угольный, да, угольный карандаш. Всё, отлично, хорошо, спасибо вам большое. Задам вам, наверное, такой вопрос, очень часто встречается в интернете и даже среди профессионалов, о, какой свет. А вы рисуете с референсов или какие-то из головы приходят сюжеты? Бывает из головы, но в основном, вот что касается реализма, да, там, конечно, лучше, когда натура. С натурой работать, потому что какие-то реалистические, реалистичные сюжеты очень сложно придумать из головы, передать, да, на бумаге реализм. Поэтому я за какой-то пример беру референс, но часто бывает такое, что часто я своё привношу, что-то изменяю, допустим, я могу какой-то предмет убрать или какой-то переставить в другое место. У меня часто бывает такое, что заказывают портрет, например, там, или портрет животных, или портрет человека, и я из двух фотографий совмещаю. У меня недавно был заказ, я рисовала собаку, и я совмещала из трёх фотографий. То есть там была морда собаки, потом туловище её отдельное с другой фотографией. А я там что-ли лежала, и хозяйке не понравилось, она сказала, вот здесь сидит, мне нужно сидя сделать. А морда мне нравится на той фотографии. Поэтому я полчаса туловище взяла, морду взяла, и фон другой сделала. Фон у неё был на какой-то забор. Она сказала, я хочу горы. Я хочу горы, чтобы она сидела в поле, в цветах. И я вот сделала три, получается, фотографии и совместила. Бывает такое. Бывает, беру референс и рисую его чисто с референса. По-разному. То есть бывает, я думаю, и как бы. Понятно. А расскажите... Да, да. Вот этот цвет просто волшебный. Расскажите, как вы искали свои первые заказы? Я так понимаю, что и одно количество времени назад, когда Инстаграма ещё не было. Ну, в общем, да, с чего вы начали, как искали заказы. И это же, по большому счёту, один из таких важных моментов, о которых очень многие, да, или не говорят. Потому что всегда все начинашки подписываются на своих кумиров и, конечно, видят уже, скажем так, финальный результат трудов работы, когда есть и набитая рука, и отточенный стиль, и заказы. И очень часто, да, возникает вопрос, как, где искать, как этого добиться. Такая. Да, сейчас расскажу. Я начинала с ярмарки мастеров. То есть есть такая, знаете, да? Да, да. Такая площадка для продажи своих картин. Вот. И я начинала с ярмарки мастеров, сделала там свой магазин, выставила туда работы. Потихоньку начались заказы. Потихонечку появлялись покупатели. Ну, в общем, как-то всё плавненько шло у меня. Вот. Плавное развитие. А потом, получается, был такой у меня период, как раз рождение дочки. Вот. И какой-то период я не занималась ни магазином, ничем. Инстаграм у меня, он был у меня, но я особо тоже не занималась. Было мало подписчиков. И когда дочка уже, ей было полгодика, я поняла, что нет, я больше не могу быть полностью в материнстве. Потому что для меня это, мне нужно какое-то развитие. Мне нужно и мамой быть, и рисовать. Без рисования было мне очень сложно. И вот этот период, как раз в жизни, у меня был большой-большой толчок, можно сказать, для своего продвижения. Я поняла, что я хочу этим заниматься. Я поняла, что я хочу, чтобы у меня были и заказаны картины. И плюс я тогда в этот период поняла, что я хочу преподавать, потому что я, в принципе, преподавала и раньше, еще до рождения дочки. Я работала после окончания университета какое-то время в детском саду с маленькими детками, преподавала ИЗО. То есть мы там разные ИЗО, и поделки делали. Вот. И со взрослыми у меня людьми был тоже стаж преподавания, уже большой есть. Вот. И когда я, вот этот период у меня начался, перестройки, можно сказать, такое, я поняла, что я хочу еще и преподавать, и хочу рисовать, хочу, и хочу вот именно развиваться как преподаватель, как художник. И все, я начала очень активно развивать свой Инстаграм. Я начала очень много рисовать, я начала вот прям писала, сотрудничать, хочу, давайте, все, я готова. Потом начала постепенно записывать сама свои курсы, свои мастер-классы. И вот так постепенно, постепенно, конечно, я не могу сказать, что это, так скажем, было легко. Нет, это нелегко и до сих пор нелегко, нужно, можно так сказать, пахать. Пахать для того, чтобы себя развить, для того, чтобы были клиенты. Клиенты, конечно, сейчас сами находят меня, но раньше вот я как-то даже предлагала, давайте так, давайте продам картину подешевле свою, давайте так. То есть как-то так вот делала для того, чтобы людей привлечь и завлечь. Вот, раздавала визитки, помню, свои там, печатала там свои открытки со своими этим контактами, Инстаграм, контрактами, смотрите, смотрите на мои картины. В общем, это был такой большой длинный путь у меня. И вот, чтобы достичь сегодняшнего какого-то результата, это нужно такое большое желание и толчок. Для меня послужило рождение ребёнка, и я поняла, что я хочу развиваться и не сидеть дома, как вот, да, погружаясь прям в домашние какие-то. Я, конечно, успевала всё делать, но для меня это было так. Я знаю, что для многих мам так. Я вот общалась с многими мамами, которые именно молодые мамы, и некоторые говорили, да, я тоже так же. Я так же начала рисовать, начала развиваться именно, когда появился ребёнок. Что-то, да, какие-то сменяются приоритеты. А сейчас можно, получается, сказать, что если кто-то хочет начать продвигать своё творчество, то в наше время я могу сейчас попробовать сделать вывод, и вы скажите, поправите меня, если я сделаю его неверно, что очень важно регулярное присутствие художника в сети интернет, в онлайне. Я думаю, да, вы начинали с ярмарки мастеров. Сейчас, я думаю, что эта платформа тоже всё ещё работает. Там идёт немного другая целевая, да, аудитория, но мастеров там всё ещё много. Можно начинать с неё, она потому что очень старая, и всё ещё, ну, она такая фундаментальная, и всё ещё рабочая. Инстаграм набирает обороты, и если провести небольшой анализ по каким-то хэштегам, да, понять, как размещать свои работы, участвовать в конкурсе, в конкурсах и привлекать внимание. В марафонах, да, да, да. То есть вот, в общем, моя такая рекомендация – постоянно быть на виду. Участвовать в марафонах, в конкурсах, то есть предлагать, так скажем, себя, своё творчество, чтобы люди больше и больше узнавали. Вот это, так сказать, ну, я могу сказать, что это начало для того, чтобы пошло развитие как художник. Ну, и, конечно, подтверждать свою квалификацию тем, что тоже на какой-то более-менее постоянной основе выкладывать свои работы и оборудование, да, да, и привлекать своё внимание. Кто-то, я слышала, даже рекомендовала придумывать какие-то заказы, ну, например, да, вот как будто бы вот эти фоны размытые с эффектом паке, это, да, это что-то совершенно невероятное. Придумывать заказы, например, и пытаться выполнить какой-то виртуальный импровизированный заказ. Да, можно даже так. Да, да, ребят, мы, я напоминаю, да, что у нас в эфире Анастасия Серая, мы сегодня обсуждаем пастель, любуемся её прекрасными работами, да, да. Вы можете задавать вопросы, мы в ближайшем времени, в ближайшем времени будем немножечко подводить к какому-то логическому завершению наш эфир, поэтому если у кого-то остались вопросы, обязательно успейте их задать. Вот. Хорошо. Хорошо, хорошо. Анастасия, да, расскажите, у вас сейчас рисование, красно, у вас сейчас рисование, это основное, основной как бы деятельности, то, чем вы занимаетесь каждый день? Сейчас вот так ещё одну покажу. Да, основное моё сейчас, основная деятельность – это преподавание. Я очень много преподаю, и у меня недавно открылась своя онлайн-школа. О, поздравляем! Спасибо большое. У меня в профиле, если что, есть ссылочка, и там собраны, на этом сайте собраны все мои мастер-классы личные, то есть которые я записала, провела в прямых эфирах, и курсы, несколько курсов есть, есть несколько мастер-классов собранных, то есть сейчас, конечно, основной такой упор у меня на преподавание, то есть я преподаю именно реализм, именно пастель, свою пастель, вот, и онлайн-клуб, значит, у меня с ноября, сейчас я создала, и там также проходит, я провожу мастер-классы, уроки, в общем, мы развиваемся в этой технике, в пастельной, да, сухой пастели, преподаю, в общем, такое, собралось я такое общество, в общем, собрала я заинтересованных людей, поэтому я вот, я прям очень рада, что у меня вот развитие такое идёт в плане преподавания, в плане того, что вокруг меня собираются люди, которым нравится сухая пастель, которым нравится реализм, тех стиль, в которой я рисую, вот, поэтому у нас основное такое, такая у меня деятельность, ну, и также я беру заказы, конечно, картины рисую, но этого меньше, я не сказала бы, что как-то поровно, да, у меня идёт, это поменьше, но заказы есть, иногда вот раз в два месяца, раз в месяц поступают заказы, в основном портреты животных, вот люди заказывают пейзажи, натюрморты, покупают уже новые работы, потому что также у меня на ярмарке мастеров есть магазин, также он существует, там уже много достаточно работы, и там покупают работы, в общем, у меня сейчас, так скажем, две деятельности, это преподавать, преподавание и рисование на запас. Понятно. Хорошо, спасибо вам большое за такие подробные ответы на все вопросы, мы потихонечку будем закругляться, давайте я задам несколько вопросов, которые, может быть, не будут сейчас иметь прямого отношения к рисованию, но помогут нам и всем нашим зрителям, вашим будущим ученикам, может быть, узнать вас немножечко получше и с какой-то такой неординарной стороны, вот, потому что я пока не вижу сейчас больше никаких вопросов в чате. Сейчас я проверю ещё раз. Да, пока больше не вижу. Вот это да. Анастасия, представьте. Да, капельки отличные. Ну всё, так-то я, в принципе, всё показала со скетчбука потихонечку. Да-да-да, пока мы с вами разговаривали, это очень здорово. Назовите первые пять фактов о себе, которые придут вам в голову, таких-каких-нибудь быстрых. Пять фактов обо мне. Вот первое, наверное, приходит в голову, что... Какая я, наверное, да? Факты, какая я обо мне, да? Да. Я, наверное, всё-таки такая... Просто на первом месте у меня всегда была семья. Для меня семья... Семьянинка такая, я скажу. Вот, потому что я очень люблю свою семью, очень люблю дочь, мужа, и для меня это самое главное. Вот. Вот. Второй факт, наверное, что... Как сложно вообще, честно говоря, даже не задумывалась об этом. Может быть, что-то вы любите, что-то не любите, какие-то, не знаю, особенности, привычки, что-то... Какие-то привычки, особенности, ну, наверное, опять же, можно говорить про то, что я люблю рисовать, да? Для меня это тоже один из направлений таких, которые я никогда не изменю, скорее всего, это всегда самое главное для меня. Третий факт, наверное, то, что я какое-то время назад, 16 лет, была музыкантом, я остаюсь им последний день, да, и у меня была группа. Вот это да. Да. Вот, и это, наверное, такой факт тоже, во мне это сидит до сих пор, я люблю очень музыку, я очень много музыки слушаю до сих пор, у меня очень много любимых групп. Вот, и, ну, я такая могу сказать, что меломан, но в основном я, конечно, больше какую-то такую качественную музыку, и вот, наверное, такой факт тоже, что я остаюсь в душе музыкантом. Музыкантом. То есть я закончила музыкальную школу, у меня была рок-группа какое-то время, около 10 лет просуществовала рок-группа. Это вообще рок, это очень, да, ничего себе. У нас альбом записан, даже несколько альбомов записаны, мы выпускались на лейбле на большом, в общем, такая история в моей жизни. Это пласт, это даже, да. Да, очень важная моя, можно сказать, молодость, да, с 16 лет до 26 где-то, я понималась прям плотно музыкой. И поэтому я, наверное, всё-таки остаюсь музыкантом, параллельно, что художник, музыкант, такой факт для меня. Да, да, да. Вот. Также, наверное, я очень люблю путешествия. Для меня путешествия, когда я долго не могу выбираться куда-то, для меня это сложно. Поэтому путешествия, новые места, куда-то поехать, для меня это тоже важно. Поэтому я не знаю, можно назвать это фактом, но это тоже про меня. Да, конечно. Вот. И ещё один какой факт. Я, наверное, такой человек больше не за экстремальные какие-то моменты. То есть я более спокойный человек. Я за то, чтобы в жизни, например, мне многие предлагают, а не хочешь ли ты на мотоцикле покататься? Вот такие экстремальные виды. Вы не за экстрим, что-то поспокойное. Не за экстрим. То есть я иногда могу там позволить себе мысль, что я бы там с парашютом прыгнула. Прыгнула бы, да. Вот. Но всё-таки больше я такая спокойная. Понятно. У нас вопрос от зрителя. На чём вы, Анастасия, играли? На эритрической гитаре? Я в группе, ну, так скажем, в группе я закончила музыкальную школу. Музыкальную я закончила по фортепиано. Также я самоучка на гитаре, на акустической. Я спокойно играю боем, аккордами. Я сама научилась. Мне папа показал два аккорда. У меня папа музыкант тоже. И всё, и с этого пошло. В 16 лет я сама научилась играть на гитаре. А в группе я была вокалисткой. Я пела. Вот. Это понятно, ребят? Так что вот так вот можно совместить прекрасный нежный реализм пастелью и счастливую семейную жизнь, и любовь к музыке, да, и какую-то рок-группу в молодости. Так что творческий человек, он вообще талантлив абсолютно во всём. Анастасия, вот тому живое подтверждение. Мы вами искренне восторгаемся. Спасибо большое. Да. Мне очень приятно. Да. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне, например, я готова на них ответить, да, кто-то у нас скетч, если... Или у кого-то в эфире есть какие-то к нам вопросы, ребят. Но мне вот интересно, как у вас возникла вообще идея создать такую площадку? Вы как-то... Это же вы создали, правильно я понимаю? Да, да. Я одна из со-создателей, да, можно так сказать, всего этого. Я его идейный вдохновитель по сей день. Классно. Так что у вас есть какой-то уже опыт, да, рисования, вы художник, вы... Почему так вот возникла такая деятельность? Да, я тоже рисовала. У меня нету профессионального художественного образования. Я не заканчивала художественную школу. Я всегда была самоучкой. Никогда творчество не несло и не имело какой-то профессиональной деятельности, да, и плацдарма в моей жизни, то есть мое образование и опыт работы, они связаны совершенно другим, с экономикой, с маркетингом и финансами. Но, тем не менее, рисование всегда шло параллельно в моей жизни. И я в какой-то момент, я закончила несколько курсов при университете. Это не считается цельным высшим образованием, но это, скажем так, такие курсы повышения квалификации художественной. И у меня специализация по масляной живописи. Вот, всегда была и остаётся, да. Да, и в какой-то момент я достаточно плотно начала заниматься масляной живописью и столкнулась, наверное, с тем, с чем сталкиваются достаточно многие художники любого профиля. Это с отсутствием, во-первых, какого-то вдохновения и мотивации. И, во-вторых, с тем, что я была на тот момент подписана в Инстаграме на большое количество профессиональных, успешных художников. И у меня возникал вопрос, я никак не могла понять, как. Я вижу только конечный результат. Я не могла понять путь. И я в какой-то момент задумалась, что было бы, наверное, здорово узнать. Ведь наверняка все профессионалы, они когда-то находились в том же состоянии, что и я сейчас, как и все какие-то начинашки. И они смогли найти свой путь, они смогли найти какие-то свои лазейки, подобрать методом проб и ошибок материалы, найти свое вдохновение. И было бы, наверное, очень здорово, и это бы мне очень помогло. Если бы я узнала их истории, они бы смогли ответить на какие-то вопросы, и это бы приоткрыло завесу тайны вот этого творческого какого-то успеха. И так родилась идея коробочек Дудон и Скетчбокс. Когда они только-только начинались, и они были авторскими, мы упаковывали, грубо говоря, художника целиком в одну коробочку. То есть точно так же, как мы проводили интервью сейчас с вами в прямом эфире, я проводила интервью по скайпу, задавала огромное количество вопросов. Потом это интервью обрабатывалось и печаталось в красивом цветном журнале, сразу на двух языках, на английском и на русском, потому что у нас были покупатели со всего мира. И в этой коробочке преподаватель и автор её, он подбирал те материалы, которые он уже проверил на своем опыте, которые он рекомендует. И эти материалы кладись в эту коробочку вместе с журналом от этого автора. Также клался какой-то пример вдохновения, что-то, чем автор сам ассоциирует свое творчество и свой творческий процесс, и свое вдохновение. И он записывал небольшой видеоурок по тому, как эти материалы использовать. И получалась такая коробочка вдохновения под ключ и с художественными материалами, и с историей автора, и с вдохновением. То есть всё было в одном месте. Авторы были очень разные, разные техники. Тоже от масла, акварели, маркеров, пастелей, туши, пуантилизма, всё что угодно. Очень многие профессиональные художники, когда-то став авторами Дудлинг Скетчбокс, у них потом случился такой большой взрыв в их карьере, чему мы очень рады. У нас на сайте можно, наверное, найти коробочки, мне кажется, от каждого уже успешного художника практически, который какое-то время назад был на творческом рынке. Площадка творческого обучения, она развилась как-то логично из этих коробочек, потому что в каждой коробочке записывался видеоурок, в какой-то момент их стало очень много. И наши пользователи стали спрашивать, а можно ли посмотреть просто урок, например, по какой-то прошлой коробочке. Вот у меня нет коробочки, но я очень хочу. И мы поняли, что да, нужно эти уроки все собрать в одном месте, и дать людям к ним доступ. И потом потихонечку, потихонечку, помимо уроков по коробочкам, мы начали записывать уже непосредственно цельные какие-то уроки отдельно, уже целые видеокурсы по рисованию. И потом уже к этому присоединился интернет-магазин, который сейчас у нас на реорганизации и совсем скоро откроется с новым большим ассортиментом, чтобы можно было к каждому уроку тот набор, который автор использует, да, можно было сразу посмотреть и в магазине приобрести, с заменами. Да, в общем, мы развиваемся. Это тоже долгий тернистый путь, и я прекрасно вас тоже понимаю, да. Когда, да, когда ты печатаешь визитки, когда ты отбиваешь пороги, да, и пытаешься договориться, и чтобы кто-то в тебя поверил, это действительно так, вот. Так что я желаю вам удачи во всех ваших начинаниях. Я еще раз напомню всем, кто нас смотрит, что у Анастасии есть целый свой сайт, на котором вы можете увидеть все ее видеоуроки. Она преподает реализм пастелью. Обязательно заходите. Милости просим. У нас на сайте dogmanstitch.com есть курс Анастасии тоже по реализму пастелью. Те, у кого есть наша подписка или кто захочет ее как-то приобрести, вы также можете ознакомиться с творчеством Анастасии, и она с удовольствием вас научит и на все вопросы ответит. Вот, так что сейчас я проверю, нет ли каких-то вопросов, пока мы с вами беседовали. Нет, вопросов у нас пока больше нет. Хорошо. Давайте тогда потихонечку прощаться, Анастасия. Как вы думаете? Мне кажется, это был прекрасный эфир. Вы вообще честно поговорили, я очень рада. Да, я тоже очень рада. Да, давайте будем надеяться, да-да-да, что мы сделаем какую-то приятную привычку из таких прямых эфиров, вот, потому что, да, это здорово. Это здорово. Хорошо, тогда я желаю вам отличного дня, вот, и творческих успехов, вот. Спасибо большое. Я желаю вам творческих успехов, чтобы всё было хорошо, чтобы ваш проект развивался, и чтобы вы потом приглашали новых художников для таких интервью. Я думаю, что нашим зрителям интересно, да, послушать вообще путь художника, как художник развивается, и про материалы, опять же, про разные, да, послушать. Очень надеюсь, что сегодня было, ну, я дала какую-то актуальную и интересную информацию для новичков. Обязательно. Кто хочет развиваться как художник и как пастелист. Да, 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 конечно. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам большое, ребята. Всем пока, до следующего раза. Это был Дуда Маскетч и Анастасия Серая. Заходите к Анастасии, подписывайтесь, учитесь, а мы прощаемся с вами до следующего раза. Всё, всем пока-пока.